Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Я хотел бы рассказать про то, что происходит у себя, как там идет жизнь и все такое. Но это не семинар, а там можно сказать про эмиграцию. Я просто хотел бы сказать вещи, которые я вижу, живя там на 50-х лет, я вижу человек, который дает мне всю жизнь в России, небольшой дисплей по поводу частых ошибок. То есть, когда в 15-м году это, даже сейчас пишет название рапорта «шип-холл», это вообще не ведущая ошибка, правильно назвать «с-хип-холл»? И вот просто дает частых ошибок, которые надо сделать. И название языка – это сравнение с какого-то голоса, который пишет в галансском языке, и там написано, что правильно назвали мне не германский язык, а рапорта «шип-холл». И вообще, в большом счету, не все там так радует, как я делал это. И личный инстагратор – обычно, когда она всегда пытается смех. То есть, не бывает, естественно, это немного всего, но красиво, но это не всегда было куда-то лучше. И у меня это очень отличная картина. Вечером в магазинах, фум-холл работает, классно очень большой стоит. Почему-то они рассчитывают товары так, чтобы они уже закончились вечером. И если я это после работы, я… …потому что, и как я делал… Окей, начат. Теперь основной рак. В поводу вот этих флорбук. Ну, в принципе, это логотип, то есть, да, смог в разрешении рекламы выбора какой-то «Synd Council» 19-го марта. И здесь, естественно, есть три креста. Вообще, по идее, они называются Андреевскими крестами, там что-то символизирует, ну, типа, там, права, с лавоментом, я не знаю, а на кибели все это все написаны. Ну, они, в принципе, есть везде. И тоже часто изображение, что они символизируют, там, какой-то секс или все, на самом деле, ну, естественно, это достаточно просто город, который используется именно как логотик города. Вот, он встречается везде, в инфонарном столбе, причем, как и на данном здравом, на остановках общественного транспорта. То есть, фрагменты урны, и, помните, не знаю, что под местами стоит еще такой сектор круга, который вот в данном случае показывает, что это урна стоит и относится к урна, к данной части урна. А это одна из машин мультипалитета, мультипалитета, которая появилась в логотипе города, и здесь видно, что по центру юбилей Клокоти приписована такая стилизованная булка Си. Если зайти на сайт Эвстердома, по-моему, найдите логотипу, на ней показывают зрение города, и у каждой части города есть свой логотип. То есть, в основе три креса, и рисовывать звук, который, на большинстве случаев, однозначно не нравится. То есть, там будет Эвст, у нас будет О, и все прочее. Вот, иногда встречается вот какое-то отделение Мелсов-Баба, и вот этот логотип в логотипе. Одного из логотип, который раньше существовал, сейчас его нет. Он просто, там, несколько крайних сил, и все такое. Но в логотипе все равно можно встретить. Вот, стол, около, около провода рук, около провода рук. Вот эта штука, которая стоит, видно, что она стоит в центре города, потому что она содержит усилие. Ну, в том числе, контейнеры и что-то плотки. Голики, которыми главный тротуар, куда производят ремонт от работы. Кроме основного использования, то есть, кроме того, когда логотип входит в состав, у логотипа или айгона, или какой-то государственная организация, логотип пытается использовать еще и коммерческую структуру. Вот здесь, например, реклама или реклама-угазатель пути к коммерции, и в логотипе этой коммерции там тоже есть какие-то однозначные указы и красивые. Или вот вывеска на полонтерском сайте. Ну, понятно, что в туристических целях и XSX просто везде. На сувенирах и на всем прочем. А вот фотография на хайпе либо на середине. Тоже вот. Это что? Ну, можно докататься, что это. То есть, логотип пытается впихнуть везде, и у нас такая понимание каких-то ограничений особо шеф-технологов нет. Вот здесь, слева, сверху, есть логотип района CenterBug, один из районов, который идет по существу. И этот костер висит в больнице, и рекламирует обслуживать свои коды, то есть курсы по обучению, как разговаривать с этими. И, соответственно, глухова S, которая ставит под логотипами, и обозначает проблему. Слова Mark, она здесь используется логотип. Такой логотип пытается выкрыть. То есть, тоже одна из костер виситаций. Этой логотип пишет на дыма, на которой организация осталась как от СТО. Она постамагивает старые дома, и пишет табличку с проектом. И, скорее всего, это очень табличка. Бывает такое употребление. Мы говорим, что здесь почему-то заменим Google А, или Google X. То есть, А ун, ам, 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 стал так. Но бывает просто случайность для совладения. Иногда даже в мире можно здесь, ну понятно, что в любом случае, это слово заменит. В Москве это бывает не так. Или вот просто вот здесь. Еще есть какой-то туристический слоган «I Amsterdam». Есть сайт, соответственно, «I Amsterdam London». Это такие буквы, которые, например, полную, большие буквы. Их существует 2 или 3 комплекта. И время тренировки помещают в разные туристические места. И, соответственно, вы их собирает шлипаться. Но, не знаю, в полной теле у меня такой просто, что все мне как-то не нравится. Но это не важно. Это важный выбор. Он, собственно, держит те же буквы, которые стоят в одном из парках «Хамстердама». Их туда привезли. Ищи местные земли. Сыщется арт фокоментаризма. И придет, чтобы получилось «Хамстердам». Это название одной из серий какого-то сериала. «20-летие» доносит. Вот. Ну, эти буквы довольно быстро растворяем. Потом теперь как-то увезли куда-то. Буквально на следующий день. Все из фотографий. Ага. Номера домов. Одно из самых дорогских человек, который всю жизнь жил в русских городах, очень необычно видеть адреса, которые не содержат в квартире. Во-первых, я могу бы открыть гостиницы, где написано номера на номеров в этом корпусе. Ну, нет. Просто номера в квартире. Потому что там могут быть адрес, содержат улицу и домер дома. Все. В квартире нет. Но эта проблема сразу, послевает. Не будет проблема. Если они многоэтажны в дом, то все равно приходится номер в этот квартир. И поэтому они управляют в инстанционный квартир. То есть, в клинике не достанем ни одного дома. Иногда это бывает лазерские цепи. То есть, лазерские цепи. А большинство курики вынуждены, как правильно по сфотографировали и счастливы. Да, это не только там. Ставим, пожалуйста. Яつike юрист – национальный квартир. Да. В både национальный квартир. У нас решили, что они сами производят. А вот что я ерунда, я не что-о. Яner поступил он ставим в ней. Я не решил. Я не буду участвовать. Я не могу улучшать, потому что он легенда в тот интернет. Я не могу улучшать, как он продолжает. Я не хочу. Я не хочу будет лазерять! Я думаю, что это былоirectать, что это было очень. Если это многоэтажный дом, то вдоль всего этажа идет галерея и тоже взяла вот так нарезанная квартира, и у каждой квартиры получается свой вход с улицы. Ну, соответственно, когда дом большой, начинает уже как-то, я думаю, вот так писать буквы. Или просто озвачивание проемов, значит, до включая с 1,5-10 лет. Еще есть параллель в городе, когда дома, ну, когда они на фактические улицы, просто микрорайон, и тогда на входах в этот микрорайон можно встретить карту микрорайона с домов. Теперь, что, собственно, около двери можно увидеть? Ну, понятно, почтовые ящики или звонковые клапки, но там тоже есть интересные вещи. Например, вот это письмо, которое я тогда получил. У нас в доме сколько-то, сколько, 50 фарты? И есть какие-то артилисты, которые следят за состоянием дома, следят за чем-то. У нас в доме? Ну, и есть какие-то артилисты, это, как бы по себе? Да, это не вот так. Мною никакие, что теперь это мы делаем к dearthulm и мера. В общем, у Канадии тоже существует большого спана, но они пытаются бороться с ней на грекой танточек. С одной стороны, они запрещают им фото на шагах, но и против того, чтобы туда совали какую-то игру, а «Зеленая» и «Я» не против, чтобы им присылали местные газеты, там районные и все-таки прочее. Но, собственно, видно, что это такая фишка, не смотря на запрещение, но запрещение рекламы, а рекламу можно. Иногда какие-то зеленые бизнесы решили зеленое количество, что они вообще не так терпевают на то, что вы видите. Очень часто, вот, в России, вообще никогда не виноват на улицу, решают на фронтинге или звонки, то вещь как то, что «Я же для доставки, если меня не приятно, жалко им звонить по телефону и отдать ей почту в другую квартиру». Собственно, значит, у нас там, по-моему, еще будет две таких тюрьмных вещи. Со временем все портится, и это, по-моему, в других домах в любом центре. То есть, вот здесь, когда мы дома садим, и, как видите, все у нас должен представить правду, мы построим это раньше всех, но по-середине там и попозже. Это еще позже, потому что он еще более простой, скажите, кто умный. Но, тем не менее, естественно, если погуглить дома «Амстердам», ну, наверное, здесь передаваемую атмосферу амстердамских домов, но, на самом деле, такие же дома есть в других городах Голландии и Вегии, то есть, в принципе, это не только амстердам. Но вообще интересно, я никогда раньше не знал, а потом начал изучать. И оказалось, что по внешнему виду дома можно примерно прикинуть, когда он был построен. Ну, когда, например, я указал. Сейчас, помимо, у нас в доме два деревянных дома. Мы здесь с вами уже сто раз реставрировали, то есть, мы не знаем, сколько там оригинального материала осталось. У нас тут один из домов, он достает эффект кристов. А второй дом, он, ну, не сможет положить, как это касает, который очень родится своим домом, потому что он до сих пор с деревом. И, собственно, больше миллионов домов он всегда не сохранялся на того периода. И потом начинается, то есть, ну, это проект, вот у нас тут не было, но вообще, в принципе, можно создать акциевый алгоритм, по которому, наверное, на форму фасада, окна, арки, выходные, двери и все прочее, можно было бы лучше определить домостройку. Вот таких домов тоже осталось два с завитками. Причем вот этот дом, кстати, один из тех, который был установлен под той организацией с логотипом. Ну, он находится около равных основных домов, и я боюсь, что там туристы нет, по сути. Потом пошли, то есть это было в 16 веке, потом начали стрелять дома вот такими ступеньками, потом все стало прощаться. То есть, если бы начать было вот такое, потом начали вот уже типичные формы, потом она тоже стала проще. А большая варианта из колокола, когда их было мало, и уже в 19 веку стали строить полстри крыжи сначала с этими нормальными, потом полстри. в 19 веках. Причем, вообще, бывает, что мало кто-то знает, что, несмотря на все, вот эта нормальная форма, если зайти с барахта, посмотреть на домах, то они все будут ненаковой. Вот здесь на фотографии, которые я делаю, немного зря выгляну, что все такие, выступающие сюда фасады, они не перекрывают любые крыши, которые начинаются на углу, на середине этажа. И если зайти вообще прямо во двор, то нам видно вот такое. Про них надо было то, что с улицы вот эти все три и четвертые дома, они все разные. И когда я пытался узнавать про вот те самые деревянные дома, то везде написано, что их сохранилось два. Ну, парень ведь. В интернете написано, что, типа, чуваки не верите тем, кто говорит, что таких домов два, таких домов там висят, и они находятся там. Я поехал, посмотрел какие-то дома. Оказалось, ну, Демсердам лежит ниже, по-моему, Демсердам, а выше, еще северная часть Демсердама, где есть несколько улиц, которые построены на Дамах. Вот одна из них. И вот про эти улицы говорили, что там и такие сохранившиеся берега мои дома. Ну, действительно, место очень такое атмосферное. Домики были так, в принципе, сразу же идут, что не только 16 век. А еще в Демсердаме есть сайт Каната, и там можно по каждому дому получить информацию, когда он построен, по-другому, даже может владельцев что-то получить. Еще есть интересный сайт, городской архив. И на этом городском архиве есть фотобанк. И на нем, соответственно, куча исторических фотографий, которые можно купить в хайрейде. Например, еще центральный дождей. Ну, соответственно, пожалуйста, все истетические фотографии. И на этом городском архиве есть часть. Это вообще вся информация, особенно. Это все, чтобы было понятно. И теперь, если смотреть на и слышать язык, то можно еще кучу всего нового, а это очень интересно узнать, как в эту страну. Вот одна из табличек, где можно сразу показать, что есть буквы сочетания, где у нас есть фотографии, они просто везде. И интересно смотреть, как эти сочетания пишут в раме или в тексте. Буквально очень часто можно встретить, что первое слово содержится на тебе в букву, которое пишет просто как Вайсович Дмитрий. Он здесь тоже внизу видно, вот сверху. И даже сверху там чуть не надо вообще ходить. Это очень часто распространенное написание. И вот не только в буквальностных объявлениях можно здесь. Вот этот постер какого-то мюзикла, он произведен у меня. И в первом и последнем сайте тоже сочетания два встречаются. А еще есть язык африканцев. Это такая версия голландского языка, которая сохранилась в Южноярске, когда тогда приехали голландцы. И, соответственно, это типа голландский язык 200 лет назад. И он может другой. И там будут сочетания просто иногда заменяют. Или родной Ай, или Ильиком. В общем, на руку там уже. А это вот объявление, которое висело. «Воих, тебе говорим, блин, блин». Здесь ребенок писал. «Вседневно служит». «Вседневно служит», «Вседневно служит». «Вседневноviet, обычно мы убили». «Мы не знаем, как рассказать этот вид». «Вседневно служит». Пациент Мы, экономика, после электронической кризиса начали думать о том, что надо быть индивидуалистом, монархом, т.е. мы тягиваем. И вот, уже не часто встречающаяся, причем не в таком виде, а надпись, это просто чистое. Или обозначение расходственной линии. Причем, здесь, в ходе того, что в танке, кстати, здесь, например, руба, а здесь в птичной написано одно слово. А рубиноз они не ставят, и вообще каланцы, в принципе, однозначные показатели. Это еще никаких объявлений. Они готовы просто терять слова на части, а рубиноз никогда не бежит. И как-то считают, это нормально. И обратно внимание на трафареток, вот здесь, на этих местах трафареток. И вот то, как выглядит сейчас. Во-первых, у них два есть в латинии. Значит, у меня есть огромные кусочки. Вот эти простые линии. Обно тоже на дверной табличке. И на музее пиво, пивоварне. Это тоже классные линии. Это очень много. Иногда, например, в сайте, которые встречаются, вообще решили сайт, они не дают, они не дают, они не дают, они не дают. Но эта рука, она часто встречается. Мы это не сочетаем, но встречается на тот час, что его, когда делаем руку, вот, пишут по идее. И, например, это, в сайте, в сайте, в сайте, в сайте, в сайте, в сайте, в сайте. И тоже странная такая вещь. Если это сочетание впадает на начало слова, которое я имею в виду, то это главное делать сразу где-то. Это примерно как манфамиру, трансцендируюруем. Вот, например, название трамая. Продолжение трамая здесь буквы маленькие, а если она попала в начало слова, они сразу сделают их большими. И, кстати, давайте понимаем, что все трамая, он создает, вот, они так закодировали, машины закодировали, такими-то квадратиками, треугольниками. И это сочетание часто встречается их, по названию каких-то продуктов. Из них пытаются сделать с упорами. У логотипов какие-то. И вот так, например. Ну, то есть, начинайте. Вот это, не сказать, а кто может показаться, что вот так и сверху. Да, да, да. А я стою по-друге и вижу лапочку. И на руке я вообще-то. Ну, масло, да, причем, оно было коня. То есть, было 20 человек, 20 человек. То есть, очень полно. Ну, то, что надо строить на компании, то есть, уложили из культов. А здесь, в конце, по-моему, исполнилось, что все перебилось. Вот, а дальше было, да. И, конечно, в таких случаях, она уже отъебилась от другой, отъебилась к другому. И вот такой напись, в языке, в шерфе у них оказалась вот такая клинкатура. Случайно. Вот. Это напись, которую надо встретить тогда в каждой двери. И, чаще всего, ее уберяют, там, вот, маяком скотчем. Вот, например, на окно. Большие буквы написали. И любить в одной двери. И вообще, какие-то там еще появятся. Какие-то. Ну, иногда приезжают в фонтане, напечатают такие приборки. И пишут осторожно. Вот. А это на зону книги, которая называется «Изыковые ошибочки». Именно ошибочки. И здесь показаны примеры, когда вот «Над» пишут с ошибками. То есть, там, «Над», 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 «Над». Все как в русском языке. И, кстати, вот, начнем с теми наши ошибочки. Там, как мы знаем, в золотной эпсентралтии. Вот это обращение «тье», на русском языке. Оно очень часто просто везде. И, там, булочка, лампочка, лампочка. Ну, лампочка, ладно. Какие-то там булочка, столик. Они это домик. Очень часто используют. И не придают этому такого смысла, как у нас. То есть, если это домик, то не обязательно. И, там, булочка, просто домик. Очень часто встречается сокращение. Причем, иногда они переводятся прямо вот «Над», 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 «Над». Одно у нас в магазинах продуктовых. И здесь написано «Он свор си», «Держитесь крепко». Но я, как раз, на самом деле, на этом золотой играл, поэтому я сразу не начал следить после этого. Сначала, там, через несколько месяцев во время дождя двигают, в различных постановках. А в прочее, значит, здесь трогалатор не двигался в этот момент. Потом они написали «Осторожно, вот этот трогалатор очень скользкий. Пожалуйста, типа, хорошенько вытрите ботинки, прежде чем его вступить». А потом появился «Осторожно», «Осторожно», «Этот трогалатор» «Может быть скользким». «Может быть». Причем, я начинаю делать трогалатор называть «Мента», как бы «Лонблак», «Игилен», «Фокус-лог». Потом они начинают экспериментировать, когда такие какие-то тесты наставили на ножку. После этого они стоят там, справа, слева. Это все в течение нескольких месяцев, а люди продолжают вкладывать. Еще вот тоже очень частые распространения. «Оп» равно «Оп». Он считается «Оп из «Оп». Да, просто это все так и все, умерла так и умерла». Обычно это – ну, «Оп», «Оп» из «Оп» нормально. Обычно отпишут на продажи, когда какое-то количество товаров в принципе со ступией закончилось, даже несмотря на то, что еще не ступил дата, как в кадре должны закончить весь товар, не значит такой звук. А прямо на звук, красный, по-моему, с продаж тоже можно встретить. А вот это появилось на двери его соседа. В Таланте есть традиция, как старое русское календарание, где дети ходят по квартирам, боят песни и конфеты. И сосед написал конфеты, все, извините. А вот еще одна рукописная двери и Ларс Брадаме, но здесь я хотел бы обратить внимание на всем вопросам. С наушники 95. Увидишь, что-то немного, что-то не так. Плакат, под которым информационные тоже есть возьмемки, которые я не увидел, как-то необычно. И, кстати, у меня, наверное, еще есть. Первый номерный киль, в котором вывестились с магнитными плечами, и понятно, что это исчезает. И просто под носками. А во-вторых, вот эта рука, это та самая, где рука ранее Джей, а это, как раз, как раз, как раз. А вот это, наверное, добыча, вот на сервер, вот такая идея, что она разорвала на 12 киль. Он тоже ей давал сюда. Так, представьте, это видео, которое я еще вернулся позже. Оказалось, что голландцы пишут восьмерку в фильме, так как пишут мы, и, видимо, две стороны. Справа, да, картинка из русской прописи сидела, справа из голландцев. И она теперь, даже если отдельная агнация, упрещена к тому, что голландцев отличается от всех. И в кильске есть восьмерка, и они еще надо ее писать. И даже, сейчас я попробую пройти. Вот. Что это? И у меня, например, сейчас учатся в голландской школе, и, мол, тут семи лет, там, почти семь. И я вот учительница рассказывает, что это как бы, не надо его переучивать. Что у вас это на голландскую восьмерку? О, про. Это бабушка учит свою умничку писать восьмерку. Вот. И я сюда еще не задал, но мне учительница одного ребенка написала по фунту магии все рукописные буквы, как их приняли учить в школе. И сказала, что, как бы сейчас, у меня есть серьезное обсуждение того, что пора прекратить учить рукописство. Поэтому достаточно учить писать в том числе чат. На компьютере, например, это не пишет его руками. То есть, вполне возможно, скоро люди будут, во-первых, учить писать прописанные значения, и буквы будут соединять друг с другом. А вот один длинный домен должен быть видал. Длинный доменов почему-то. Несмотря на то, что доменовная зона, она, казалось бы, должна быть умничать. И так у нас свободы. Там свободы идут очень длинные утра. Пусть здесь точка ком, но тем не менее. Почему? Почему? Потому что, да, у своего возраста вместилось. То есть, как это вообще использовать? Ага. Другая тема. Это велосипедная трошка. Понятно, что у населения очень много велосипедов. В велосипедов там больше, чем люди. И бороют их тоже, там, с 1100 числа жителей в год. Их бороют там 100-150 тысяч в год. И население всегда 800 тысяч. И считается, что мы с Дами от 800 до 80 тысяч переделали в салоне сентября. Во-первых, текст до результата какого-то эксперимента, который сделал какой-то человек, художник или кто-то, он провел у себя голосование где-то на сайте. И выбрал несколько надписей, которые, типа, по его мнению, должны помочь в поле безопасности велосипедистов. И, соответственно, не ждите его, потому что велосипедисты в Амстердаме. И в книгах, которые комментируют проект «Дорожное движение», там всегда написано, что будьте внимательны, у нас есть филосипедисты. Почему-то написано, что не даланство, а не хорошее. Здесь написано «Люби жизнь, немного подожди». И вот тот же самый надпис, который я долго расшифровывал, он только нашел значение «Эйба вахта», «Грюн комдзо», «Эйба вахта». «Не надо покатить», «Зеленая в 6.0». То есть, какие-то там, такие вещи. И вот эти вот FF и все остальное. Это не называется «СМС-тал», что… Ну, в общем, одно слово «СМС-язык», который, как-то здесь даже сайт, это совершенно удобный язык. И комментируют его не понимают, разумеют пишут на Амстердам. Это можно. Еще интересная вещь. Мы с тобой на Дыре, который стоит на Дыре. Про москаля, скажем прочее. А здесь он смотрит на две фотографии, на третье. Первый, может быть, там уже даже с два, три, а мы там и шли забыть. Два креста. А третье, вот, для зеленых шуток. Означает, что так можно. И вот этот крючок называется «Кюг», то есть «Кюг». Ну, или просто «Кюг». И она не слышит той же целью, что в ознавалочке. То есть и «КамАЗ», и «Окей». И тоже, видимо, в других странах такого нет. Но они себе понимают, что это такое. То есть это «Окей». Или, например, если вам в школе сделают задание. Да, школа там начинается с четырех лет, поэтому в школе не будет задание в каждом саду. Ну, то есть там нет такого детского сада. Ну, а, вот, учительница ставит вот этих хирург, примечательных, выполненные задания, задания, выполненные дела. Вот, про мусор. А вообще еще одно тоже такое поверье, что в Минстердаме все контейнеры подземные, то есть выглядели, вот, то есть наружу обычно там, казалось бы, маленькие мусорные контейнеры. Ну, да, хотя, по факту, они без донды. И, ну, да, время от времени там раз в неделю приезжает мусоруборочная машина, хватает, да, специально шпиль, и вытаскивает все это дело. Ну, и вот это, конечно, когда ты видишь первый раз, всех, в общем, уделяет, в одном, как бы привыкаешь. Но, опять же, в Минстердаме очень считает, что все контейнеры такие. Такие контейнеры обычно установлены где-то в новых районах, потому что, естественно, там есть место, там меньшие таблины. Таких будет больше возможности построить что-то современное, что-нибудь затопит, что-нибудь поможет в соседних домах и все прочее. А в центре города? В центре города при этом есть расписание. Вот такие вещи. Вадим почтовый ящик. И здесь есть город города, на которой размечены районы. На районе показывают какой-нибудь мусора, когда будут выбираться к улице. То есть в определенные дни можно вынести на улицу, например, старый Динам, и его соберут. Если ты вынесешь это в неправильное время, то тебя должны штрафовать, если конечно, наверное, найдут кто-то. И не знаю, насколько правды или нет. Вот одна из книг про Динам, какая-то вкладка. Она написала эту книгу. Я считал, что она видела как милицейский его в своем мешке. И потом радостно, говорит, нашел вашего. Он доставил конверт, соответственно, с адресом. И пошел в эту квартиру звонить и выписывал штраф. И в центре города, соответственно, вот этих контейнеров нет. Да, контейнеры сейчас расставили предъявление о пропании. Вот здесь попала ложка. А вот, например, она не выглядела, конечно, не будет. А вот здесь человек пишет, что, понимание, я пару дней назад выкинул 10-15 минут, и выглядело. И с нами. И у него туда было три фотографии. Пожалуйста, вернемся к фону. Одна из очень интересных и очень прикольных особенностей Амстердама в том, что если ты чего-то не знаешь, то можешь узнать о том, как устроено данное. Вот сейчас такие вот штуки. Здесь есть в Минградуфе фонда, где он написанец, сайт официальный, куда можно пройти и прочитать текущие параллелы, когда что где и какой-то лучший курс. Люди пытаются информировать, например, о подстоящих работах на вашей улице или еще что-то. Вот здесь соседи повесили, причем на двух дыхах обратить внимание, пожалуйста, на английском. Объявили о том, что было нескольких делов с употреблением. Поэтому, во-первых, извините, что мы не ушли. Во-вторых, мы поставим контейнер на Голицу. И через пару дней берем сначала знаки, что там с такого-то числа здесь будет. Здесь нельзя прокрываться. И, пожалуйста, поставьте контейнер. Вот это вообще не очень нравится. Примерно так же, как в Лондоне ты видишь автобус, на котором просто очень четко написано замену метро. Все это. Ничего не надумано, ни маршрутка, что это. А конкретное написание это вообще прикольно. Хотя, с другой стороны, иногда считай, что для кого это пишут. Я думаю, что хит просто объясняет не только простым языком, а настолько примитивно, напрямую модуль, что поймет убой. И когда ты считаешь это непонятно, для детей это и для эмигрантов. Причем я слышал историю, когда чуть ли не менее, как Кириллов, рассказывал в советское время, когда он был диктором в программе «Время». Они специально говорили медленно, чтобы жители Казахстана, Узбекистана могли понять их русский язык. И в мастер-давенте такое же впечатление меня удивляет. К примеру, на курсах языка могут сказать, что многоженство в Канаде не принято. Окей, значит, тогда вопрос. Соответственно, поскольку в центре каких-то отдельных отельных нет, и ты не можешь просто в любой момент пойти и вынести мусор, там при определенной мере ты можешь мусор в мешке выставить там в лесу. И вот сейчас этого не стало, ничего нет. Раньше были такие столбы, на которых написано. Ваш домашний или офисный мусор вставленный для себя. И в семье были написаны в домашний столб. Но будет не до табличного программата. И потом иногда нужно видеть человека, который просто тащит на велосипеде и у себя такой. Паша смеется. У нас в мастер-давенте был офис, и соседи выкинули кровать большую. То есть около дни стояла кровать, и мы думаем, может, ее взять. Но иногда это превращается в полную новую славу и даже в окон. То есть это был в центре города, в туристических каналах, в городе мусора, по которым уже птицы и чайки ходят. А, ну, в принципе, потом приезжают машины. И особенность этих узких улиц в центре Амстердама, потому что там, естественно, эти машины никогда не могут разъехаться. И если тебе повезло оказаться за этой небольшей машиной, то ты, соответственно, обречен за эти пару километров медленно-медленно ехать. И вот я ее догоняю. И потом пришлось за ней долго кащиться. А, нет, это возьмите. А это, на самом деле, тоже очень мне нравится. То есть, когда я ехал в Париж, мне авиатор построил маршрут, который приезжал в платной дороге. Ну, я не знал, сколько они стоят. То есть, я тогда, наверное, мне. Он думал, хорошо, давай мы не поедем. И он мне проехал какими-то просто деревнями, какими-то под камерами. И в одном городе. Я одет в индикатору и приезжаю, закрытый дорогу. А она там една. Ну, а мы сейчас объеду. Делал круг. Сделал два проекта туда же. Выяснилось, что в Париже этот круг идет только одна дорога. К счастью, там работали какие-то местные, ну, в смысле, работники. Они работали ночью. И один построился поехать за мной. Потом у меня число, как раз. Опять-то, его скрытнул местом, открыл и выпустил. А у любого был счет в дом. То есть, я вот, я и ждал этот французов. А у него был в том, что там через несколько километров стоял другой садок. И у меня было достаточно обратно за ним ехать, чтобы он его открыл. И самому открыть. И там еще какие-то работы. Прикольный такой спиннил. Которого я не ждал от французов. А это сборка мусора, соответственно, где нагоняет мусор на машину. Ну и все. И вперед. И там несколько минут. Прикольно видеть, как они это делают. То есть, они сейчас собирают мусор, который просто местные жители выставили, например, утром. И, соответственно, это центральные туристические улицы. Весь день стояли с этими мусорными пакетами. В центре города. Ну и все. Вполне типичная картина. Как специально я не искал. Много хорошее украшение с его времен. Если не надо, бьем и пьем мусор красиво, или, по-моему, уже снег пошел. Иногда, по-моему, было очень мало. Здесь я принимаю решение сюда возьмите «Да», потом там есть мусорные контейнеры. И вот еще одна интересная вещь. Те, соответственно, рекомендую смогли откинуть по определенным дням диваны. И на данный момент отмечено, куда этот диван нужно класть. Здесь написано «Домашний мусор». И кровь, это значит, что он не говорит мусору. Вот одна тоже здесь. А у нас, соответственно, аккуратно люди кладут фигаменты этой надписи по определенному нам с кем мусорью. И его потом включают и увозят. И он опять кладут туда. По поводу того, что все эти мусорные продолжения, которые продолжили, которые получили, а вот этот фартфейт показывает еще два кодей и все эти мусоры для одежды. Справа в наших контейнерах. И опросы куда-то. Они появились носить недавно. Наверное, наибольших платформах. Я не знаю, остался они всегда. Потом проводил какие-то эксперименты. Потом построил еще один контейнер. Возьмут, который надо сделать. Тут около магазина тоже стоит контейнер, в который надо выкинуть одежду и углы. И даже такие контейнеры, наверное, стоят в магазинах. Это не всегда приклад, а примут классики, какие-нибудь приклады. Даже на YouTube есть реклама, вызывающая доставлять кресла, соответственно, контейнеры. Причем вообще прикольно смотреть. Сейчас. Вот. Это реально моя фотография. Точно такой же интересен, как на рекламе. А еще на сайте, который здесь рекламируется, я вычислил, что у них еще существует возможность стать кумом своей умной. То есть ты говоришь, что я буду пекать. Соответственно, например, ты его чистишь, выкидываешь кумусы, которые оставили у других соседей. Кумусы, которые им надо оставлять. И таким образом, как бы, муниципальные власти призывать людей следить за чистотой в своем районе, соответственно, за бесплатно. В Голландии очень часто складывается впечатление, что во многих властях, в Голландии, в Голландии, в России, в 20-30 лет недавно, например, а люди, я только увидел это два года назад, начали парковаться на тротуарах, включая, соответственно, временные огни. Потом кто-то придумал и начинали распространяться. Или это когда гаечники с вода управляющихся. Все это настолько смешно, что гаечники догадались, что можно, оказывается, спрятаться на тротуарах или за голову. Ну, это, соответственно, велосипеды. То есть велосипеды везде. Они укувают туристов, но во многих туристических отчетках они сразу просто подойдут, и снизу. А это стояк, а это стояк, а это совершенно бесконечное, и вот даже стояк. Ну, это страшно. В самом деле, на велосипеде поможет, если на что смотреть. Да, это женщина, но мы не велосипеде. там есть такое вот понятие баг-фитц. Сейчас, баг. Это вот такие вот цепи для небоских детей. То есть абсолютно какой-то контейнер, а там фанерный ящик. Куда сажают детей? Одна из хамейчика. Везет в школу. Ну, например. Часто встречаются такие вещи, когда человек везет, ну, не очень понятно, ты не вывел себе это, и он его украл, но как вот здесь полицейские везут велосипеды. Что у нас с ним делать? Люди часто привязывают велосипеды там коровким столбиком, или в данном случае, обрезанным на дерево. Зачем они привязывают на дерево, это совершенно непонятно. Потому что это нельзя его понять. Ну, просто его следует. По-моему, это состоит. Но у нас, это проект из 4-5 велосипедов 1, оно, видимо, в этом тоже пропуцирует их баг. Поэтому очень много успехов, которые скрипят, все шатается, все разломано. Люди ездят. Мы знаем, что здесь больше экономия или желание сделать у себя на структопоплатье, чтобы его не было. Необходяйте их давать. Новые леты, естественно, распространены. Продаются цепочки всякие, замки как-либо. И он, мне кажется, цепь стоит, кто-то генераловался. А туристическое мгновение, где есть показы эсклерлов, за цепь ему попросить 60-80 евро. А кто-нибудь помнит про это? Как их завершить ширину? Т.е. задача была, чтобы роман этот слой начался, что в студии мухолю есть еда, которая ничья, но не начинать. Т.е. задача была в том, чтобы найти способ вычислить и выкинуть луку. Собственно, речь про такие лунки, которые наклеиваются в том, в случае, длину, и через несколько дней выкидываются. Роман тоже самое делают мы всегда не с луспенами, потому что часто их привязывают и больше никогда они не возвращаются. А мы с вами ржавеем, замеваем место, и вот эти оранжевые яркие шутки это как раз наклейки, на которых написано, что ваше бюджет так вот челоматилет луку, берите соответственно его раньше, тогда ты. И, напротив, вот такая картина, да, там какие-то бумажки, разные, суть одна, но в первых словах я уже не буду показывать, когда выехали на машине и дальше в Болгарке будут там какие-то и увозили все эти институты, которые в данном случае стоят за делами парковок. Причем им самим тоже нравится этот процесс. Кудисты смотрят, что это происходит. И вот здесь я поставила этот знак буквально сделаю парковку. Причем как пригнали баржу на канал и организовали парковочный парковок. А поставили знаки мне полицейские спрашивают, люди привязали этот знак, на котором написано, что здесь парковок сидит, а на самом деле такие картины не занимаются. По всему министерам в своем центре то люди начали заплатить. Паблички не парковать велосипеды. и иногда поднимают бумажки, пожалуйста, бюлитет не нравится. У нас есть небольшой объезд, холк при входе. И когда их забывают, начинают парковать велосипеды. Туда те самые активисты печатают парковать неприятно. таблички по этому поводу тоже есть отбор. Кстати, предвидим, что там сверху лукатики район с лукой 5, поэтому района уже нет. Таблички здесь свежие паблички. Здесь описано на основании статьи щит и информации. Соответственно, нельзя руковаться в заборах, устровов, на мостах, на конструкциях, остановок и каких-то служебных вещах на муниципе тех в велосипедах. Единственное место, сильный муниципет паркунзу, это на разводных мостах, потому что в велосипед западет. Еще прикольная вещь. очень много муниципетов полностью покрашено одним цветом. Это проноральные муниципеты, желтые, черные, а это просто цветчики, они полностью перекрашены. Узорчики некоторые ощущения полностью окунули в краску, потому что у них эскизы, колеса, медали закрашены. а здесь человек каким-то вот 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 просто ужас. То есть такие цветы искусственные, в России влюбленные законопадыщие, а женщины очень часто делают украшать эти велосипеды, а часто перед рулем их ставят казино, и они красиво тоже все отклеивают. Есть такая женщина с 2200 и такие цветы продаются в магазине, потому что я там вырезаю из чего-то. В принципе это связано с тем, когда проходят такие ремонты и на все седла клеивают какую-то рекламу. и целый ряд велосипедов за рекламу. И люди пользуются этим и считают это форма, теперь у меня будет защищенное седло. Вот это на светофоре какое-то время назад для многих светофорах были такие таблички. То есть кроме велосипедов разрешено ездить скутером, мопедом. Там есть целый мопед, это мопед. Короче, есть типов этих велосипедов. Кому-то разрешено, кому-то нет. Часть мопед а части желтые. Желтым запрещено ездить по дорожкам и без шлемов. И время от времени больница останавливает синие велосипеды, ставит специальную штуку на руке, включает мощность мотора и измеряет мощность аквамотора. Потому что у этих семи дворов мощность не должна превышать значение. на штуку и честный на угол светофора, если ты стоишь вверх, за выходные грады всегда следят. А честные мобедисты могут испытать так. И последние пара картинок. Тестных мобедистов очень много. Часть из них увозят те люди с циклами а часть добавляются на то есть время от времени приезжает баржа и люди вытаскивают что безумные что это можно просто случайно порвать на закон. Вот и все. а сейчас можно показать. А да по поводу того, что мы рассыпаем как-то не все бланка с моего регистратора такая запись. Там кольцо впереди, какие-то ремонтные работы и какой-то депир выезжает против движения и за ним велосипеды едут и все окей. Да, причем если сюда смотри то это кольцо посередине высокой клумбе из-за нее вообще ничего не видно. И выезжает вдруг. и а а вот это что осталось здесь есть. Это Шереметина. какие-то даджики играли. в как вообще не 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 но собственно я все что хотел показал если у вас есть вопросы с велосипедистов и часто с велосипедистами на самом деле их видеть заранее все нормально но велосипедисты очень часто поступают очень глупо потому что они ночью не включают флорей а их вообще не видно просто не видно и в принципе за это штрафуют иногда тоже в кустах стоят в темных парках конечно я отравниваю велосипедистов без фонарик штраф 35 долларов то есть велосипедисты конечно да чувствуют себя очень подверг там они Гургой Гор да да так не знаю как быстро найти ну короче а Гургой Гор ну в принципе в Амстердаме там за все не пропаляйте говорю но в Амстердаме снег бывает мало и например каналы замерзают за 10 лет и это становится национальным праздником потому что сразу все достают кольки и высыпают а когда например пару лет назад у нас каналы замерзли ну точнее там тоже учительство потому что сами они не могут замерзнуть а не то чтобы они замерзли а если естественно есть условия нескольких там перекрывают какие-то шлюзы и соответственно каналы уже получают новую воду и замерзают после этого то есть они частично все-таки искусственные и у всевернованцев лучший подарок для детей коньки несмотря на то что кататься на назначающую льду они могут так раз в 10 лет и катков нет? да? катков 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 искусственные нет нет искусственные есть естественно под новый год их устраивает мало того даже есть какая-то не марафон а какая-то гонка гонка которая называется 11 гонка по трассе по 11 городов и соответственно где-то на севере по настоящему льду не по искусственному по 11 по 11 по маршруту проходящих 12 городов приезжают на этих коньках и поэтому с них бывает очень мало а зимних шинах мало кто заботится но соответственно светлых не более и я когда еще был единственным был сюда начал ездить в снег и лед на работу а соответственно там весь лед превратился в жесткие клини перегретенные в общем после трех падений я и мне потом на стол коллеги положили такие вот пластиковые штуки чтобы ужинать вот ты вообще затягиваешь и оказывается есть способ что на колесах ты просто на штуке цепляешь и у тебя получаются такие же полные зимнейшие велосипеды с работой зимой ездить пластиковые что в этом происходит со всем этим хламом ну не знаю на пяталону но по крайней мере те велосипеды которые срезают с улицы их отвозят на раздражение ждут какое-то время если никто его не потребовал их или продают если они нормальные ну или приоритизируют какую-то идею ну тогда если что просто нет пока закончить спасибо что пришли спасибо